Привет, друзья! Сегодня я нахожусь в просто потрясающей квартире. Мне придется разделить этот выпуск на две части, поэтому смотрите следующий выпуск через несколько дней, подписывайтесь на канал и не пропускайте. Сегодня мы оказались в бывшей Сталинке-коммуналке у настоящего архитектора Ольги. Она перестроила здесь все совершенно нетрадиционным образом. В Оля, привет! Привет! Спасибо огромное за приглашение, потому что я в восторге от твоей квартиры. Какая площадь и высота потолков? Высота потолков в квартире 3,20. Площадь квартиры общая порядка 90 метров квадратных. А вот сейчас мы находимся в помещении? Мы сейчас находимся в кухне-гостиной, она примерно 32 квадратных метра. Что говорить? Я нашла тебя на хаус, и я посмотрела и подумала, что, ну, мне надо сюда прийти. Пойдем сразу поговорим о сердце комнаты и о самом крутом, мне кажется, решении, которое только можно придумать для кухни. Это вот такая лежанка, диванчик. Что это? Это, да, это многофункциональная лежанка. Я на ней регулярно работаю. Вот, знаете, да, возьмите ваш рабочий айфон и лягте на ваш рабочий диван. Вот так, вот, с помощью вот такого вот столика я работаю, когда у меня есть настроение здесь поработать, потому что работать приходится почти все время. Но, соответственно, точно так же здесь можно сидеть за столом, обедать, ну, или просто отдыхать. Это действительно довольно удобно, я провожу здесь довольно много времени, но на самом деле это даже исходило из определенной потребности. Мне долго сидеть не очень удобно, а здесь можно полулежа находиться и вообще, так сказать, расслабленном состоянии. Поэтому вот так я себе предусмотрела, мне очень нравится и могу посоветовать, да, всем сделать такой диванчик. Ткань делала сама? Ну, да, большинство вещей здесь, конечно, на заказ. И вот эта вот панель, она под размер, конечно, такую готовую купить нельзя. Ее сделали на заказ в мебельной мастерской, но, соответственно, она совсем недорогая и доступна любому человеку, при этом она мягенькая, удобненькая. Ты еще продумала везде здесь места хранения, очень классно. Да, 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 у меня везде, везде, везде здесь места хранения. Вот тут хранятся мои даже рабочие, потому что я здесь иногда работаю, да, всякие образцы и так далее. Здесь тоже полный ящик всякой всячины, всякого добра. Вот, и, соответственно, везде очень много мест хранения. Здесь бутылочница, тут есть венчик разный. Вот, еще, на самом деле, я большой любитель подоконников широких, и на них тоже хранится всякое. И нужные декоративные тоже. Вот, флорариумы, например, я их очень-очень люблю. Класс! А вот знаешь про подоконники? Они из чего у тебя? Значит, вот, это тоже один из лайфхаков, которые я все время использую и всем советую. Подоконники у меня из столешниц, из обыкновенных кухонных столешниц, недорогих. Вообще, я проповедую в архитектуре и в дизайне свой принцип. Принцип очень простой, она должна быть доступной. Красивое не обязательно дорогое. Красивое не обязательно очень сложно делается какими-то невероятными, значит, там, мастерами. Красивое можно сделать просто и дешево. И то, что вы видите, и любая моя работа, она выполнена по этому принципу. То есть, рациональность, разумное потребление, да, ну, в общем, и так далее. А вот ты можешь тогда сказать нам, как сэкономить на окнах? Я могу сказать, как сэкономить на окнах. Надо просто найти организацию, фирму-производители, в которой они недорогие. Вот. Дело в чем, очень разнятся цены у разных производителей. При этом, на самом деле, качество самых окон и профиля не очень отличается. Будем честны. Ну, то есть, наверное, есть какой-то сверхэконом-профиль, который иногда используют застройщики, да, там, в первоначальных своих, значит, ну, проектах, постройках, зданиях. И может быть, он действительно плохой. Но, в общем-то, есть дальше все остальные и элитные. То есть разницы между профилем подороже и профилем подешевле фактически нет. Фурнитура тоже играет, на самом деле, ну, такую вторичную роль. Опять-таки, совсем дешевую фурнитуру, совсем такую уж, бросовую. Наверное, не стоит. Она может сломаться. Но дальше вот этот весь спектр среднего, среднего, да, сегмент среднего уровня, он одинаковый. Нужно покупать разумно дешевое. И тогда все будет хорошо. В общем, обычно ничего не ломается. Все в порядке. Вы заметили, что я часто рекомендую курсы по дизайну интерьера. Но сегодня у меня будут особенные ребята. Contented.ru. Каков будет прямой путь к дизайну интерьеров вместе с Contented? Шаг первый. Вы научитесь делать качественные проекты. Частые ошибки начинающих дизайнеров – это высоко расположенные кухонные шкафы или, например, розетка, до которой по квартире нужно доехать 3 часа поезда. В Contented вас научат делать качественные, удобные проекты и удобные в использовании чертежи. Шаг второй. Получите консультации профессионалов. О том, какого цвета лучше выбрать платье, можно посоветоваться и с подругой. Но в вопросах дизайна интерьера и постройки собственного дома лучше обращаться к профессионалам. В Contented у вас будет 8 месяцев для того, чтобы учиться и консультироваться у лучших экспертов. Шаг третий. Насладитесь качеством обучения. Продукты Contented всегда про качество. Если вы привыкли выбирать вкусную еду или красивую одежду, то и образование вам лучше выбрать сильное. При оформлении заявки в Contented у вас есть возможность получить скидку 45% по промокоду Ольга Качанова. Узнайте больше о программе обучения по ссылке внизу под этим видео. Позади тебя темная система хранения. Это шкафы кухонные, правильно? Да, но здесь не просто так. Дело в том, что в квартире есть стояк и вент-короб. Их в любом случае нельзя было трогать. Их нужно было замаскировать. Поэтому часть это маскировка. А можно заглянуть? Ну вот в ту, что маскировка заглянуть нельзя. А вот там, где это не маскировка, конечно же можно и даже нужно. То есть есть где-то фальш-панели, которые не открываются? Да, есть кое-где фальш-панели, есть кое-где шкафы другой глубины для того, чтобы замаскировать короб и стояк. Ну, как интересно. Да. Но, в общем, остальное это очень полезное и удобное хранение. Более того, вот тут вот у меня есть тоже могу, не все привыкли так делать, да, довольно интересная штука. Называется парковка техники. Вот так. Вау! Если мне нужно, соответственно, воспользоваться вот мультиваркой, то я не таскаю ее туда-сюда, не переключаю и так далее. Она у меня всегда здесь. Вот. Это действительно очень удобно. Вот. И, в общем, востребовано. Так. Это все, естественно, на заказ. Сколько тогда стоило вот это все? Это дорого? Опять та же самая история. Если вы придете в кухне, ну, мы не будем, наверное, бренды называть, но общеизвестный кухонный бренд, который по всему городу имеет свои салоны, то они вам насчитают огромную сумму. Если вы закажете у какого-нибудь мелкого производителя, да, скажем так, гаражное производство, то ровно все то же самое может обойтись вам совершенно другую сумму. Ага. Вот. Я не знаю, надо ли мне называть. Если не сложно, то называй. Мне не сложно. Вот вся вот эта вот огромная кухня, вот, прекрасная, со всякими-всякими прибамбасами. Здесь хорошая фурнитура, здесь вообще все достаточно хорошее и качественное. обошлась мне всего-навсего в 200 тысяч рублей. Вот. И тут надо понимать, что длина только вот этого 4 метра, а еще вот эти все шкафы и, да. Да, и вот эти сложные системы. Да, системы и так далее. В общем, конечно, конечно, если бы я заказывала это в каком-нибудь раскрученном бренде, это стоило бы мне, ну, раз, наверное, в 3, это минимум. Наверное, минимум в 3 раза дороже. Поэтому, да, я бы это стоила. Вот. Еще я вот могу рассказать про очень удобную вещь. Очень интересно, да, обязательно. Дело в чем, это тоже опять то, чем я пользуюсь совершенно непрерывно и постоянно. Это вот такая мойка, мойка, ну, двойная, да, вот, на которой на самом деле максимально удобно готовить. То есть это можно в любой момент, если нужно, да, побольше что-то произошло. Разделочные доски, это правильно? Да, 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 это разделочные, разделочные доски, причем двух видов, да, вот удобнее резать на вот такой дубовой досточке, вот. А, соответственно, там, хранить посуду для того, чтобы там стекловода или еще что-то в таком духе удобнее на стекле, но некоторые любят готовить на стекле, опять-таки, если нужно что-то. Что это за бренд? У нас есть подсказка. У нас есть бренд. Вот. Шок. Потому что вот это стекло шло вместе с вот этой мойкой. Посудомоечная есть? Да, безусловно, без посудомоечной машины жизнь, на мой взгляд, не совсем жизнь. Вот, поэтому здесь есть посудомоечная машина. Просто у тебя еще такое интересное хранение посуды, вот там сбоку, это вообще я не встречала ни разу. Это очень удобно. Вот мойка, вот все, и вот я, вот вся, ну, то есть все, все очень доступно и удобно. Мне не нужно никуда тянуться, мне не нужно никуда там лазить. Верхние шкафы я вообще очень не люблю. Вот, здесь все очень удобно. На самом деле у меня, конечно, есть еще посуда, есть вот такие выдвижные, выдвижные карусели. Вот, есть вот ящик еще вот тут. Вот. Вот тут хранится всякая мелочь. Вот здесь есть под ящик, тоже очень удобный на мой вкус. И вот здесь тоже хранится посуда. Да, класс. Вот. Ну, и, соответственно, здесь тоже хранятся всякие ружины вещи, блендеры и так далее. Микроволновка встроенная, правильно? Да, это встроенная микроволновка, это Икея. Да, ну, это мультифункциональная всякая хитрая очень духовка. Тоже очень, на самом деле, удобная. У нее там масса функций, она и такая, и сякая. В ней есть даже вертел. Вот, вертел. Я вот замучилась искать современную классную духовку, чтобы мне еще был все-таки вертел. Потому что иногда очень здорово на этом вертеле приготовить курицу-гриль, да, и так далее. Но, я скажу сразу, на самом деле есть вот такой прибор, он классный. Это не реклама. Филлипс мне ничего не дали. Аэрогриль, да, но вот они не называют его аэрогриль, они называют это мультипечь. На самом деле это действительно невероятно удобная вещь, потому что она, внимание, жарит. Жарит сама, то есть вот вместо сковородки, так если честно, в ней еда жареная. Она как бы во фритюре, только без фритюра, без масла, очень полезная. За ней не нужно приглядывать, то есть вот засыпается в корзину все что угодно, включается режим и дальше все. И потом оно готовое. Вот. От нее, соответственно, нет брызг, нет грязи, нет ничего. И, в общем, это мой любимый, если честно, прибор, потому что еда очень вкусная, потому что она жареная. А при этом она, да, без масла, полезная и самостоятельная, самостоятельная еда. Это важный, важный такой момент в жизни. Вот. Ну, еще гриль просто обычный, мы им пользуемся тоже достаточно часто. А вот я еще обратила внимание на потрясающую систему хранения вот эту. Я ее не встречала, вот эти колбочки. Да, на самом деле это же просто Икея. Да ладно. Да, это в Икеи продается такая система. Вот тут у меня немножко опустело, вот. Но, вообще-то, здесь всякие разные варианты завтраков, которые очень удобно приготовить. Всякие сыпущие продукты, здесь специи. Опять-таки, я в последнее время просто режу, пользуюсь специями, и поэтому они немножко пустоваты. Вот. Но, вообще, это очень удобно, действительно. Очень удобные лотки. Вот. Все под рукой. Да. Обратите внимание, когда мне надо что-то делать, у меня абсолютно все под рукой. Я никуда не тянусь, я никуда не, значит, не лазаю, не лазаю сложным образом. Вот. У меня очень все удобно. Вот тут у меня вот такие вот всякие моющие штучки. И все они такие милые и подобраны. Да. Ну, потому что, понимаете, если вот сюда, например, поставить какую-нибудь красную губку, она же начнет резать глаз. Да. А для ножей тоже, да, Икея? Да, это тоже, это то есть та же самая серия, икеевская держалка, она магнитная, и в ней очень-очень удобно хранятся ножи. Опять-таки, они все полностью под рукой, они под рукой к доске. Это действительно очень удобно. Еще я очень люблю вот это... Сырные доски? Да. Ну, они даже не сырные, потому что я ем на них абсолютно все. Вот. Просто я очень люблю пользоваться вот этой деревянной посудой. Это шимарка. Соответственно, я постоянно с них ем, и на них режу, и ем. И, в общем, ну, у меня их вот тут несколько штук. Смотри, у меня вопрос. Помещение большое. Во-первых, это же все нужно как-то согласовывать. Любую перепланировку, которую вы делаете, необходимо согласовать. Даже если вы сделали совсем мелочь, не знаю, там, дверь перенесли или убрали, или что-то еще такое, по закону нужно это согласовывать. Ну, у меня свое мнение как у архитектора, да, как у деятеля проектирования и архитектуры. По поводу законодательства я с ним далеко не всегда согласна. Я бы, конечно, боролась, ну, точнее так, я в своей деятельности общественной борюсь регулярно с законодательством, которое, к сожалению, бюрократическое у нас, и система у нас крайне бюрократическая. Это очень неудобно и неприятно. Вот, ну, я законопослушный гражданин, должна повиноваться закону, и поэтому, несмотря на мое возмущение этим законом, я его соблюдаю. Вот, поэтому здесь совершенно все законно, здесь согласованная перепланировка. Вот в этом доме, разумеется, в старых домах газ, от газа пришлось отказаться, газ незаконно. Как ты это сделала? Я вызвала Мосгоргаз, он отключил мне газ, отрезал, значит, соответственно, и выдал об этом соответствующие справки, которые мы предоставили. И платишь ты теперь за электричество по тарифу для квартиры без газа? Нет, конечно, конечно, я сразу попыталась обратиться, чтобы мне сделали тариф для квартиры без газа, но мне сказали, что дом газифицирован, а это вот ваше мое личное желание, и, соответственно, извините, будете платить, как обычно. Ну, на самом деле оплата электроэнергии не настолько высока, чтобы из-за этого там как-то так сильно расстраиваться. Вот, соответственно, ну, да. Вот, здесь еще очень важный момент, я вообще, кстати, хочу всем рассказать, вот люди боятся, да, это классическая такая, да, фраза, ни первый, ни последний, да, на самом деле это самый лучший. И, в частности, первый этаж, это был абсолютно мой осознанный выбор, я специально искала квартиру на первом этаже, мне это очень нравится. Вот как раз то, о чем мы сейчас говорили, перепланировка, не соизмеримо все проще, легче и более возможно на первом этаже, это раз. И возможности по перепланировке становятся сразу втрое больше, да, это связано с мокрыми зонами. Во-вторых, мне очень нравится, что я захожу, понимаете, мне кажется, что я живу немножко в загородном доме, я, ну, мне не нужно ездить на лифте, вот, ходить как-то сложно по подъезду, я просто вот выхожу и захожу и оказываюсь сразу дома. Вот, соответственно, это тоже очень приятно, опять-таки, таскать разные тяжелые вещи я не люблю, и, конечно, первый этаж это все удобнее и приятнее. Ну, и в целом, просто мне на самом деле, ну, опять, это личная особенность, это может не всем нравиться, но мне нравится, что вот я смотрю в окно, и это как-то на уровне масштаба, да, человека, то есть я вижу улицу, и, ну, у меня часть окон на улице, часть окон во двор зеленый красивый, там же, соответственно, тихая зона, спальня и так далее, а здесь вот гостиная, и здесь мне нравится, что какая-то жизнь за окном. Я у тебя хочу спросить про зону, в которой ты сейчас находишься, мне кажется, что там более холодные цвета, и она как бы отделена, я права? Ну, она, безусловно, отделена, это видно подчеркнуто и рисунком пола, вот, и другая, немножечко другая, да, даже, так скажем, направленность, и цвет здесь другой, но на самом деле я бы не назвала их холодными, тут холодных цветов очень мало, любой цвет, любой цвет может быть теплым и холодным, любой, ну, то есть синий теплый холодный, зеленый теплый холодный, любой. Вот, соответственно, ну, гамма здесь, конечно, меняется, это зона, собственно, гостиной, да, вот, это зона, на самом деле здесь я тоже, как мы видим, работаю, вообще работать я могу везде, где угодно, вот наша организация, да, наше бюро, оно как раз... Что за бюро? А, да, ну, я директор и главный архитектор и основатель бюро Уникум, вот, это проектное, архитектурно-проектно-дизайнерское бюро, мы давно очень существуем, там, 15 лет нам, и мы проповедуем, вот, принципы, о которых я раньше говорила, полностью в своей работе, то есть мы лоукостер проектный, мы проектируем недорого, мы говорим о том, что архитектура, проектирование, все доступно для людей, что необязательно, да, это делать какими-то неимоверными средствами, что все достижимо, мы как раз говорим о фоновой архитектуре, которая должна быть тоже красивой, вообще все должно быть красивым и при этом рациональным, вот, соответственно, бюро наше работает уже много лет по принципу удаленного проектирования, то есть у нас весь наш штат, наши сотрудники не сидят в офисе, они свободны, вот, они, соответственно, работают где хотят. Пережили вы, то есть легко изоляцию? Мы не заметили, у нас не изменилось вообще ничего. Ты похвалишь мне диван или, наоборот, не очень он? Как он тебе? Да мне нравится. Тогда откуда он? Я, вот тут тоже такой момент, дело в том, что я все заказываю в маленьких неизвестных фирмах, бренды берут очень, ну, не все, конечно, что-то, вот, например, кресло, это фирма iModern, да, или вот диван, ну, точнее, нет, стол со стульями, это фирма iModern, поставщик на самом деле, вот, а вот всякое заказное я заказываю в маленьких-маленьких мастерских, я даже затрудняюсь назвать, по-моему, это вот такая микрофабрика Шимкор. Оль, еще позади тебя, видимо, скрытая дверь, шкаф, да? Все верно, это шкаф, он на пош-кнопке, и вот здесь тоже все очень удобно хранится. А что за материал на дверях получается и на фасадах кухни? Значит, это два разных материала. Вот здесь это пленка soft-touch, она действительно soft-touch, если ее потрогаете, то выяснится, что она, ну, такая мягенькая. Да, сталкивались, да, да, вот, а из этого же, например, вот этот шкафчик над биокамином. А вот это, это просто окрашенное ДСП, так же окрашенное, как стены. Можно ли так? Можно. Не все знают, что так можно, но так можно, вот, соответственно, ну, вот они друг с другом сочетаются. В принципе, все не должно быть абсолютно одинаковым, здесь нарочно сделано, немножко разное, тем более, что все старшкафы у меня в квартире встроены. К сожалению, просто отдельно стоящий шкаф обычно загромождает пространство, да, утяжеляет, становится обузой. И когда есть возможность, то есть есть перепланировка и есть возможность все это предусмотреть, то, конечно, нужно делать встроенные шкафы. Это самое-самое удобное и красивое решение для хранения. Еще, так как мы находимся, ну, по сути, в историческом здании, в старом доме, ты сохранила камин, обыграла это. Очень круто, мне нравится. Прям вот, если честно, нужно честно или интересно? Да, нужно честно, да, да. Конечно, никакого камина никогда здесь не было. Вот, вообще, вот у меня есть проекты в Петербурге, и там, конечно, постоянно есть камины, и, конечно, мы их сохраняем очень тщательно. Ну, это Сталинка, она 30-х годов, и каминного отопления в ней уже не было. Соответственно, вот это полностью новодел, вот, и это не настоящий, точнее так, это в каком-то смысле настоящий камин, в том смысле, что в нем горит настоящий огонь, но это биокамин. Туда наливается специальный состав, да, горючий, который не дает дыма, вообще, нисколько, ровно ноль, он не дымит. Я предпочитаю всегда, ну, настоящее, да, то есть есть электрические камины, но мне значительно больше нравятся те камины, в которых горит настоящий огонь, а именно биокамины. Они стоят, на самом деле, дешевле, вот, чем, да, электрические, при этом это настоящий огонь, можно пожарить на нем сосиску, да, он неподдельный, да. Вот, соответственно, здесь избука обрамления для этого камина мы сделали, и, в общем, вот он тут стоит и хорошо себя чувствует, при том, что его здесь раньше не было. Что на потолке за плинтус? Это пенопластовый плинтус, самый большой, какой существует в природе. Опять-таки, большие широкие плинтуса подчеркивают, на самом деле, высоту помещения, придают ему парадность, да, придают ему такую вот, скажем так, серьезность намерений, да, вот, и мне очень нравится, поэтому я их тут сделала. Ну, в принципе, в каждой квартире можно разные приемы применять, можно делать и, наоборот, без плинтуса вапши. Ты сделала темный потолок при всем при этом, вроде бы хотела поднять и сделала его темным. Вот, это огромное заблуждение, в которое верят множество людей, что если нужно что-то сделать больше или выше, то надо непримерно сделать это беленьким или светленьким, очень сильно светленьким. Нет, друзья мои, совсем нет, наоборот. Вот, если вы хотите что-то, действительно, если у вас по-настоящему низкий потолок, каким-нибудь 2,50, красть, или даже 2,40 такое иногда случалось, значит, в архитектуре, красть его черным, вот черного потолка вы никогда не увидите. Темный потолок, на самом деле, не снижает, да, может быть, вот вы здесь заметите это все, вот, не снижает высоту зрительно, и даже наоборот, чем темнее потолок, тем выше он кажется. Нужно избегать средних цветов, то есть, вот какой-нибудь такой непонятно-непонятно-светленько-светленько-несветленький, вот это будет не очень хорошо, хотя, опять-таки, зависит от всего остального. Вот мы, когда пойдем с вами в спальню, вы увидите, что он бежевый, вот, но все-таки для потолка, вообще я фанат цветных потолков, у меня везде цветные потолки. И сейчас я часто встречаю это? Я это делала до того, как это стало мейнстримом, первому цветному потолку лет, наверное, 15, не у себя, а у заказчиков, вот, которые сначала были шокированы предложением сделать цветные потолки, а потом им страшно понравилось, и они стали делать цветные потолки во всем жилье, какое у них было после этого вообще. Вот, я тоже очень часто действительно это делаю, потому что, да, цветной потолок – это здорово, и как раз, да, лучше убирать темных тонов, это будет тоже, ну, зависит от остального, конечно же, дизайна. Вот, но, да, последнее время это просекли, так сказать, все, вот, и стали действительно часто делать, но вот мне очень нравится, как это выглядит, большинству людей тоже нравится. У меня два вопроса осталось, это, что на потолке, это натяжной или гипс, или там, ну, гипс, да, гипсокартон, недолюбливаю я натяжной потолок чуть-чуть, поэтому у меня, конечно, все потолки обычно из гипсокартона, или просто выровнены, если это какой-нибудь хороший, хороший первоначальный потолок, то он просто выровнен, все, штука тут. И откуда свет? Потому что позади тебя светильник просто, вау, какой-то космический летающий тарелки в лесу. Да, летающий тарелки в лесу. Вообще этот проект называется Enchanted Forest, зачарованный лес. Здесь тема леса проходит абсолютно везде, во всем. Вот в гостиной это вот такая вот большая стена с фотопринтом. Дальше в других помещениях тоже я покажу, в других местах тоже, да, где эта тема есть, вот она у меня везде, да, видите, там вот листики, вот деревца, вот подушечки тоже вот, даже тоже с лесом, вот, соответственно, везде-везде эта тема. И вот этот светильник тоже, он, да, футуристический такой, он, ну, как современный, но при этом, да, кажется, что это палки, и тоже связан с лесом. Свет вообще самое главное в дизайне, чем больше разнообразного света, тем лучше. Свет зонирует, свет должен быть распределен по зонам, ну и при этом быть функциональным, естественно, поэтому у меня вот тут тоже довольно много всяких разных светильников, вот, есть еще дополнительный свет, там, рабочий свет от вытяжки и так далее. Знаете, здесь такой прием, можно любой сарай украсить, просто принеся в него какие-нибудь классные светильники, вот. Вот вы включаете свет в светильниках классных, и у вас вообще любое, все остальное помещение становится не очень важным. Если вы хотите минимальными способами свою квартиру как-то украсить, то используйте свет. Это вот прям беспроигрышный такой вариант. Скажешь фирму, где брала свет? Да, я заказываю это все на Алиэкспрессе. Да ладно? Конечно. Тут какая есть особенность? Дело в том, что есть светильники оригинальные, по-настоящему, да, дизайнерские, итальянские, французские, немецкие, и так далее, известных, именитых дизайнеров. Эти светильники совершенно недоступны простым смертным. Про них можно забыть. Один такой светильник стоит, ну, 2000 евро, понимаете? Ну, купить светильник за 2000 евро могут себе позволить только исключительно богатые люди, я считаю. Вот, но, к счастью, Китай ведет к нам на помощь и производит чудесные светильники дизайнерские. Они прекрасно работают, это заблуждение, опять-таки, считать, что вот, раз китайское, значит, плохо, ничего подобного. Все прекрасно работает, я заказываю огромными количествами все эти вещи, использую их, и полностью довольна. Стоимость этих светильников очень низкая, вот, но если вы видите такие светильники в Москве в магазинах, не обольщайтесь, не думайте, что это какая-то другая фирма, оригинал или что-нибудь такое. Это то же самое, заказанное ровно в том же месте, просто продавцом, да, там, фирмой, продавцом этого магазина. Оль, обычно герои моих роликов дают в конце совет, но у меня, знаешь, к тебе совет ты дашь в следующем видео, а у меня к тебе вопрос, почему так получается, что многие люди, вот, бытует прям такое мнение, что если ты заказываешь интерьер у дизайнера, ты, скорее всего, в нем не сможешь жить, потому что вот он будет слишком или там, не знаю, вот откуда это взялось? Я даже, честно говоря, такого не слышала. Это глубоко, глубоко ошибочное и глубокое заблуждение, абсолютно неправильное мнение. Любой дизайнер выполняет индивидуальный проект под каждого своего заказчика. Два фактора очень важных. Дизайнеры бывают разные, да, как и все в мире. Во-первых, к сожалению, профессия довольно сильно скомпрометирована просто, ну, необразованными людьми, то есть люди сходили на курсы, да, там, на месяц, на три считают себя дизайнерами. Это не так, чтобы быть дизайнером нужно очень много лет учиться и очень много лет практиковаться. Во-вторых, дизайнеры бывают разных категорий. И большинство дизайнеров, к сожалению, моих коллег, и мы с ними вступаем в дискуссии профессиональные, считают, что дизайн – это должно быть дорого, что это должна быть, да, какая-то оригинальная дизайнерская, дорогая, очень мебель импортная, что это должны быть какие-то очень дорогие отделочные материалы. Но есть дизайнеры, как я, есть я и масса других людей, которые так не считают, которые умеют работать с дешевыми материалами, умеют работать с дешевыми предметами. Соответственно, это может быть доступным. Вот. И, конечно, никакой хороший дизайнер никогда не сделает работу, в которой было бы некомфортно, неудобно или что-то в таком духе для ее владельца. Это индивидуальный дизайн. Он создан для того, чтобы быть именно вашим. И больше ничьи. Спасибо. На этом все. Не забывайте, что скоро будет второй выпуск. Переходите по ссылкам, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, задавайте свои вопросы. И, как обычно, контакты Оли я оставлю здесь, под этим видео. Переходите к ней в Инстаграм и задавайте там ей какие-то более конкретные вопросы. Ну, или заказывайте у нее проект. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.